Привет, друзья! С вами снова Денис Кухта, гид и блогер Вене и по Австрии. И сейчас я направляюсь в центр, хочу прокатиться в сам центр Вены. Мне ехать в центр 5-10 минут. И хочу посмотреть, что там происходит. Приглашаю вас, друзья, приглашаю вас с собой на такую вот поездочку, поездочку века, да. Потому что сегодня погода просто потрясающая. Сейчас уже, правда, вечер, 8 часов вечера, темнеет где-то в 9 часов. На улице 31 градус тепла. Сегодня мы отмечали день рождения Сандры. Это был потрясающий праздник. Мы сначала отметили его дома. Сандра с Димой заказали очень вкусный торт в кондитерской, который называется Оберла. Они там заказали тортик, заказали вчера, сегодня уже пол-одиннадцатого этот торт был готов. Они забрали его с кондитерской, отметили дома, посидели очень классно. Потом еще поехали в Шунбрюн, в ресторан, который находится на территории Шунбрюна. Он называется Шунбрюна Штокль. Шунбрюна Штокль. И хочу сказать, что там готовят вкусно. Там готовят вкусно. Стандартное блюдо, вот даже вот взять шницель, он стоит всего лишь 13 евро. Я считаю, что для такого ресторана 13 евро за знаменитый венский шницель. Но это совсем недорого, друзья. Это совсем недорого. Это может себе позволить даже студент. Плюс напитки по 2 евро 60 центов. Если взять апфель, завтки, шприц по 3 евро 50 центов. Если там кока-кола и так далее. То есть, скажем так, на 16-18 евро можно очень вкусно поесть. И хочу сказать, что нам понравилось. Нам понравилось. Мы хорошо отметили, посидели. Потом пошли еще в парк, погуляли. Видите, у меня сейчас машина перестала работать. Это вот этот старт-стоп автоматик. Это меня очень бесит. Это меня очень-очень бесит. Потому что каждый раз, когда я стою на светофоре, машина глохнет. И каждый раз в подсознательном каком-то там подсознании моем. Мне кажется, что что-то с машиной произошло. Хотя я уже 4 года, наверное, езжу на гольфе. И чаще всего я просто этот старт-стоп выключаю. Он меня настолько бесит, что я его просто выключаю, отключаю. Сейчас я переверну камеру, чтобы вы видели, куда мы едем с вами. Потому что я же вас пригласил с собой. Я вас пригласил с собой. А если я вас пригласил с собой, значит я за вас... Вот опять отключилась машина. Я за вас в ответе. Мы направляемся в центр, в первый район. Переверну сейчас камеру. Ну что, друзья, я включил поворот, выезжаю. И мы сейчас направимся в сам центр. Конечно, это не будет как экскурсия. Потому что кому интересна моя онлайн обзорная по Вене, Это вы увидите в моих видео в папочке Вена. Это я вам уже показывал. Но сегодня мы прокатимся в такой домашней обстановочке. И посмотрим, что же там происходит. Что же происходит в Вене, что происходит в центре. Я надеюсь, что вам хорошо видно и слышно. Правда, это не прямой эфир, но все равно я очень надеюсь, что картинка будет достаточно хорошая. Вот сейчас поехал автомобиль с правой стороны, который уже перестроился на левую сторону. Это Smart. Мы все знаем автомобиль Smart. Но это поехал автомобиль от фирмы Car2Go. Это означает car sharing. Можно брать эти автомобили на прокат. Цена стартует от 29 центов 1 минута. Можно его взять в любом месте, где он есть, свободный. И в любом месте по Вене, и даже вокруг Вены, и даже в аэропорту, друзья, представляете, его можно бросить и припарковать, где вы хотите. У него есть разрешение на всю Вену, на все районы Вены. А в Вене всего 23 района. Смотрите, вот я проехал 6 минут, и я в самом центре, друзья. Я уже проезжаю. С левой стороны у нас находится Наш Маркт. Это очень древний старый базар. На этом месте он около 100 лет, немножко больше, чем 100 лет. А так он существовал раньше на площади Святого Карла, возле церкви Святого Карла. Здесь он в воскресенье закрыт, но в субботу, уже больше, чем 40 лет, наверное, уже 41 год как раз, проходит знаменитый Блошиный рынок. Именно здесь проходит Блошиный рынок, на базарчике Наш Маркт. С Блошиного рынка у меня также есть видео. Я уже, не знаю, я уже отснял, наверное, 10 раз или 20 раз разные одинаковые части Вены, потому что, друзья, каждый раз, когда я направляюсь в Вену, я беру с собой камеру, и это уже на протяжении 7 лет. 7 лет я снимаю на YouTube, и 7 лет я радую вас своими видео. Ну и в последних года 3, наверное, также своими стримами, регулярными стримами. Мы сейчас направимся в сторону оперы. Проедем возле оперы, одно из самых красивейших зданий на Рингштрассе, на Первой кольцевой, постройка 1869 года, друзья, во французском неоренессансе. И давайте мы проедем возле оперы, да, проедем возле оперы, посмотрим, что там происходит. Проедем возле отеля «Захер». Дальше мы посмотрим с вами, проедем возле музея «Альбертина», один из самых популярных художественных музеев, картинных галерей во всем мире. Это музей «Альбертина», музей гравюр, эскизов, чертежей. И мы сейчас там также с вами проедем. Вот уже перед нами знаменитая опера. Вот она, с левой стороны, красавица. Стоит с 1869 года. С правой стороны трамвайчик, который направляется в Баден, знаменитый город, курортный городок Баден. И мы сейчас здесь проедем вокруг оперы. Кстати, впереди уже вдали виднеется собор Святого Штефана, который я вот в последнем видео показывал. Там ходил пешком и показывал, что происходит, есть ли туристы или нет. Обязательно посмотрите видео. Кто еще не видел мое последнее видео, обязательно стоит, друзья, посмотреть, потому что это такая пешеходная прогулочка тире немножко экскурсия по центру Вены. Сегодня я решил направиться на автомобили, потому что не было еще желания ехать домой. Тем более мы так хорошо провели время. А когда я провожу очень хорошо время, я стараюсь его еще как-то дольше продлить. Это хорошее время, гуляя в Вене по центру. И сегодня, конечно, не исключение. Перед нами находится улица Кертнерштрассе. С левой стороны отель, отель, который называется Захер. Это самый знаменитый австрийский торт. Поговаривают, секрет его хранится уже более чем 180 лет. Шоколадный торт с тонкой абрикосовой прослоечкой посерединке. Ну и здесь его можно в кондитерской Захер отведать, в кофейне, в кондитерской купить, ну и в кофейне его отведать, конечно же. Вот на пешеходной мы видим, что есть люди, где написано Zara Home. Здесь когда-то был Starbucks, который платил 36 тысяч евро в месяц. И даже для Starbucks это были очень большие деньги. Это была огромная, очень дорогая аренда. Отель Захер остался у нас с правой стороны. В конечном эффекте Starbucks сказал, что я не могу себе позволить аренду за 36 тысяч евро в месяц. И я покидаю эту часть города и переезжаю в другое место. Но в скором времени Zara Home решила взять и сказала, что 36 тысяч в месяц, аренда 36 тысяч евро в месяц, ерунда. Заезжаем, друзья. Ну и вот это Zara Home заехало именно сюда. Ну что, друзья, мы сейчас направимся дальше на Кольцевую. На знаменитую ринг, штрассе, где когда-то проходила огромная оборонительная стена. И вот мы уже на Кольцевой. Потом она была снесена с заправления императора Франца Иосифа. Образовалась такая широкая, красивая, парадная Кольцевая. Хотя на Кольцевую она меньше похожа, больше похожа на подкову. То есть форму Кольцевая имеет форму подковы. И вот такие вот трамвайчики. Я уже неоднократно рассказывал, что компания Porsche разрабатывала дизайн этого трамвая. Ну и фирма Siemens строит эти трамваи у нас в Вене. Вот эти знаменитые музеи-близнецы. С левой стороны два музея-близнеца. Художественно-исторический музей. Блин, я опять провожу экскурсию. Я не хотел проводить экскурсию. Вы видите, друзья, это у меня просто вылетает уже автоматом. Автоматом. Все, никакой истории. Мы гуляем, мы смотрим, мы наслаждаемся Веной. Прямо на дороге. Вот это прикольно, да? Таксист офигел. Прямо на дороге берет клиента. Ну, да, нету полиции на него. Ну ладно, направляемся дальше. Сейчас у нас реставрируется парламент. Вот мы видим перед нами парламент в греческом стиле. Почему в греческом стиле? Потому что родина, демократия, конечно же, Греция. Постройка, конец 19 века. Так, все, хватит истории. Четыре года он будет реставрироваться. Еще скажу два слова. Выделяется около 300 миллионов евро на реставрацию одного только парламента. Полностью все переделывается. И долгие четыре года будет здесь длиться реставрация. С правой стороны у нас парк Росс. Это Фольксгартен. Также мы видим, с правой стороны стоит лимузин. Какой красивый пинг лимузин. Ну и драмтеатр. А с левой стороны ратуша, ратушная площадь. И также здесь проходит фильм-фестиваль, который проходит у нас каждый год, друзья. Каждый год фильм-фестиваль. Ну вот я вижу, что сейчас народ там толпится. То есть там есть люди. Это означает, что все работает. Ну и там проверяют, наверное, температуру или что-то такое. Я даже там еще ни разу не был. Короче, проверяют что-то такое. И пускают уже через турникеты. С левой стороны у нас университет. Это Венский государственный университет, который был еще основан в 1365 году. Рудольфом IV основателем от династии Габсбургов. И насчитывает более чем 180 факультетов. Вена, 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 Вена. Так, ну что, народу? Ого! Людей очень много на канале. Людей очень много. Мы сейчас проезжаем. Правда, вам сейчас уже не будет видно. Тель-Авив бар. Это бар, это кафе на канале Дунай, которому уже около 100 лет. Даже немножко больше, чем 100 лет. И популярное очень место среди молодежи. Ну и, конечно, с правой стороны это все первый район. Это сам центр Вены. Первый район. Мы все еще на Кольцевое. С левой стороны находится Райфайзенбанк. Дунайский канал. Покидаем первый район Вены и направляемся во второй район Вены. Много людей на велосипеде катается. Потрясающая погода. Я все никак не могу выбраться на велосипеде. Я думаю, что мне нужна компания. Поэтому, кто катается, кто смотрит меня в Вене, кто катается на велосипеде, вы можете мне написать на e-mail или в Instagram. Мы можем собраться и вместе покататься. Я думаю, что это будет хорошая идея. Я сейчас направляюсь во второй район Вены. Второй район Вены заменит тем, что здесь находится знаменитый парк Пратер. Пратер Штерн. Знаменитый парк Пратер. Это парк аттракционов. Где находится самое старое в мире колесо обозрения. 1897 года. И оно было построено английским инженером Вальтером Бассеттом. Как юбилейное колесо на 50 лет правления императора Франц-Йозефа. Вот перед нами, друзья, Адмирал Тигетхов. Когда-то у Австрии даже было свое море. Точнее, свой флот. И, к сожалению, Австрия утратила это все после распада монархии Австро-Венгрии. Флот был в Триесте. Я также недавно был. И мне, вы знаете, друзья, Триест понравился. Также есть видео на канале. Если кому интересно, можете посмотреть. Ну что, мы уже подъезжаем. Ого, сколько машин. Да, здесь очень много машин. Мы уже подъезжаем к Пратару. Один из самых старых парков развлечений во всем мире. Когда-то Йозеф, сын Марии Терезии, отдал свои императорские владения народу. Ну и лес был преобразован в виде парка. Вот так мы сейчас едем. Вы видите, здесь пробочка. Надо ехать очень осторожно. Очень осторожно. И здесь находится самое старое в мире, самое древнее в мире колесо обозрения. Ого, сколько людей. Да, народу куча. На лужайке, на зеленой лужайке очень много людей. Никому не сидится дома. Все гуляют. Мы сейчас потихоньку уже будем направляться в новый район Вены. Кстати, здесь можно взять на прокат вагончик. На колесе обозрения прокатиться, отметить что-то. Это удовольствие стартует, если не ошибаюсь, от 200-220 евро. И до 400 евро в час, в час, друзья. Ну что, мы направляемся дальше. Да, никто не сидит дома. Видно, что все забито. Где-то кто-то играет в футбол, где-то кто-то валяется на травке. Где-то кто-то еще что-то делает. Ну, короче, на великах катается очень много людей. И хорошо, что я тоже выбрался. Мы сейчас направимся в новый район. Проедем основной Дунай. Самая его широкая часть. Это 300 метров. Мы проедем Дунай и будем уже в новом районе Вены. Который знаменит тем, что там находится организация объединенных наций. Третья резиденция после Женевы и Нью-Йорка. С 1979 года. С правой стороны, не знаю, будет видно или нет. Здесь находится юбилейная церковь. Очень красивая церковь, которая была построена на 50 лет правления императора Франц-Йозефа. Огромный Дунай. Мы сейчас проезжаем так называемый Новый Дунай. Из-за того, что здесь было сделано, полностью перестроено все русло Дуная. Поэтому называется Новый Дунай. Мы с вами проезжали канал Дунай. Здесь огромный остров Дунау-Инзель. Дунайский остров протяженностью 20 километров. Который появился именно здесь в 1980-х годах. И очень быстро стал популярным. Очень быстро стал популярным. В плане того, что молодежь начала здесь тусить. Открываться кафешки. Открываться бары. Открываться разные дискотеки. Ну и здесь также проходит в самой большой в Европе Open Air Fest. Это огромный праздник, концерты. Это очень крутое мероприятие. Где выставляется 20-25 сцен. Это все длится около 3 дней. И до 3-4 миллионов посещает вот этот фестиваль. Так называемый фестиваль. Так, здесь уже строечка, я вижу, началась. Будет строить еще одно здание. А мы потихоньку направляемся к Старому Дунаю. Я даже, наверное, выйду и пойду посмотрю, что там за вода на Старом Дунае. С левой стороны ООН-центр. Вот здесь находится ООН-центр Организации Объединенных Наций. Именно здесь это находится. А мы поедем вот прямо. Около 4 тысяч сотрудников трудятся здесь день и ночь. Нет, только днем трудятся. Около 4 тысяч сотрудников. И представители более чем 100 стран работают здесь. Вот представители более чем 100 стран. Это 4 тысячи сотрудников. Работают в ООН-центр. Здесь также находятся и другие организации. И здесь проходят конгрессы и конференции. Что также очень классно, что ты можешь приехать на Старый Дунай просто общественным транспортом. Просто общественным транспортом ты приезжаешь на Старый Дунай, берешь с собой купательные шорты или принадлежности все. Берешь с собой полотенечко, шлепки. Можно и без шлепок. И приезжаешь на метро, спускаешься вниз, купаешься в чистой водичке на территории Вены. Ну и потом опять садишься на метро и едешь домой. Это очень круто. Конечно же на машине еще приятней, еще лучше. Но вот как-то так. Ну что, друзья, вот такая вот поездочка получилась у нас. Сейчас мы еще выйдем из машины. И попробуем, насколько теплая будет у нас вода в Старом Дунае. Это самое популярное место. Очень много здесь сейчас людей. Самое популярное место для купания. Здесь купаются, здесь загорают, здесь отдыхают. Здесь также есть маленькие домики, как дачи. Ну, там, конечно, уже свободных мест дам, но нет. И вот я сейчас проезжаю одну из остановок, которая называется Старый Дунай. И это линия какая там, У1. Здесь такой красивый ресторан. Есть азиатский ресторан. Ну, там светится все. Также Дунайский парк. Дунайский парк у нас с левой стороны. Один квадратный километр, если не ошибаюсь, его площадь. Здесь находится Дунайская башня. 252 метра, о которой я рассказывал. Есть кафе-ресторан на двух уровнях, который крутится вокруг своей оси. Ну, и также ходит маленькая железная дорога. Особенно для детей очень-очень интересно по всему парку. Такая мини-мини железная дорога. А по правую сторону здесь находятся бассейны. Здесь находится пляж. Здесь находится муниципальный пляж. Вот так бы я сказал. Муниципальный пляж. Также теннисные корты есть. И можно покупаться как бесплатно в Старом Дунае. Вода одинаковая, так и платно. То есть платно это будет муниципальный пляж, который стоит сейчас, не знаю, где-то 7 евро, если не ошибаюсь. Также есть возможность покупаться и бесплатно. То есть различие только в том, что там лежаки есть, что там, возможно, лучше трава. Ну, и есть разные вот эти все удобства. Очень интересно, как это все сейчас выглядит. Я здесь не был уже давно. Но я даже в прошлом году здесь не был, друзья. Я даже в прошлом году не был здесь. И не из-за того, что я очень ленивый. Просто было такое время, или, скажем так, был у меня такой промежуток жизни, когда я сюда приезжал очень часто. Ну, каждую неделю это точно. Возможно, даже пару раз в неделю я сюда приезжал. И мне это место уже настолько надоело, что я потом его начал менять на места, которые находятся уже за территорией Вены. И чем дальше я ехал за территорией Вены, тем интереснее мне становилось. Ну, и, конечно, это море, друзья. Это море, море, море. Потому что море ничего не заменит. Но, что очень хорошо, в Австрии есть озера. И всего озер в Австрии вместе с реками, с водоемами 25 тысяч. 25 тысяч озер в Австрии. Это просто, я не знаю, это, ну, застрелиться можно. Это столько много, что все ты их и не проедешь никогда. Поэтому есть где отдохнуть. И вот эти озера, они очень хорошо заменяют море. Ого, сколько народу уже идет домой. Потому что темнеет. И очень много людей идет уже, да. Выезжают на автомобили. Выезжают на автомобили. А мы сейчас посмотрим, как там это все происходит. Так, так, так. О, да, еще очень много людей. Хотя уже темнеет, полдевятого. Через полчаса будет здесь просто темно. Но еще много людей, очень много машин. Сейчас я потихоньку так буду ехать. Возможно, будет вам видно. Я хочу где-то припарковаться. Посмотрим сейчас, где еще есть места. Ну, там, да, есть места куча. Сейчас я припаркуюсь, друзья. Возьму камеру. И мы быстренько, пока не стемнело, пойдем к Дунаю. К старому Дунаю. Это старое русло Дуная. Чистейшая вода. По крайней мере, она была очень чистой. Последние разы, когда я здесь был пару лет назад. Но в прошлом году я здесь даже не был, друзья. Даже в прошлом году я здесь не был. И вот я уже нашел местечко. Очень классное место. Блин, сколько людей еще. Офигеть. Так, стою посередине. Все равно уже никто не будет ехать сейчас. Стою посерединке. Беру камеру. И мы с вами направляемся смотреть на Дунай. Офигеть, сколько людей здесь. Офигеть. Так, здесь полностью целая партия. Сейчас я вам покажу, друзья. Здесь огромная парковка. Вот такая парковка. Она вся забита. Правда, сейчас уже много есть свободных мест. Здесь начинается пляж. Посмотрите, сколько еще людей много. Хотя сейчас уже полдевятого. Я пойду на то место, где я постоянно купаюсь. И мы посмотрим... Я попробую, насколько вода теплая. Я просто в шоке. Сколько народу. Это целые банды здесь. Представляете, сколько здесь людей. Офигеть. Я здесь не был два года. Еще в этом году хочу сказать, что многие остались дома. Многие остались дома. И поэтому все отдыхают дома. Посмотрите, друзья. Это уже Старый Дунай. Старый Дунай. Еще народ купается. Офигеть. Сколько людей. Вот это да. Я не ожидал такого увидеть. Еще даже на лодочках катаются. Водичка чистая. Посмотрите. Жизнь идет. Пол девятого на моих часах. Пол девятого. А народу еще куча. Ребята, уже темно. Скоро будет. Через 15 минут будет темно. Ну ладно. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Здесь можно поиграть в волейбол. Натянута сетка. Есть песок. Мы пойдем на наше место, где я всю свою молодость провел. Я покажу местечко, где я постоянно купался. Здесь плавают лебеди. Люди, лебеди. Все смешалось. Чистая вода и лебеди. Да, я в шоке. Сколько здесь людей. И это вечером. Я представляю, если я сюда приеду днем, в воскресенье, здесь будет просто полностью все забито. Здесь будет полностью все забито людьми. Потому что Себастьян Курц сказал, ребята, австрийцы, и все, кто живут в Австрии, отдыхайте в Австрии. И многие его послушались. Многие его послушались и отдыхают у себя дома. Поэтому столько много людей. Да, интересно было бы посмотреть, сколько здесь народу днем. Вот такие маленькие дачи. А это мое любимое место. Смотрите, сколько мусора, который потом уберут. Все это пиво. Вот здесь мое любимое место, где я постоянно приезжал покупаться. Сейчас покажу. Вот здесь, друзья, мое любимое место. Я постоянно где-то вот здесь сидел. Вот здесь сидел, потому что здесь можно хорошо зайти в воду, покупаться. Вот там сидел тоже. И здесь всегда было меньше людей, чем там то, что мы видели. Хотя здесь тоже, наверное, днем все забито. Но это тянется еще до зеленого заборчика. Ой, лебеди. А, пойду сниму лебедей. И вот сейчас я здесь прохожу, друзья, а в голове такие воспоминания о молодости. Как я здесь отдыхал с друзьями своими. Как мы здесь тусили на этом месте. Блин, очень круто. Хочу показать вам лебедя еще. А, три молодых и папа с мамой. Смотрите. А, четыре даже. Видите, да? Какие красивые. Вот, какие красивые. Видели, да? Какие красивые здесь лебеди. Живут. Красивые лебеди. Да. Иду так хорошо. Лето, друзья, лето. Летом надо наслаждаться. Летом нужно кайфовать. Ну, понятно, что этим я и занимаюсь. Посмотрите, какая чистая вода. Вот, сейчас спущусь. Вот такая вот чистая водичка. Видите, да? Насколько чистая вода. Чистейшая вода. И здесь очень классно купаться. Там еще кто-то купается, плавает. И хочу сказать, что... Сейчас я пойду попробую, насколько теплая вода. Говорился сейчас с женщиной. Она мне столько всего порассказывала. Здесь у нее есть дом. Этот дом ей стоит 1200 евро в год. То есть, не то чтобы дом, а сам участок. Это 100 евро в месяц. Она здесь за все лето еще ни разу не купалась. Что очень-очень странно. Я сейчас хочу попробовать, насколько теплая вода, друзья. Главное, чтобы не упасть. Главное, чтобы не упасть. О-о-о-о! Вода теплая, как молоко. Очень теплая вода. Вы знаете, я сейчас, наверное, сниму обувь. И еще залезу в воду. Друзья, я уже в воде. Дальше не буду заходить. Посмотрите, какая чистая вода. Потому что у меня будут мокрые шорты. Чистейшая вода. И очень-очень теплая. Сейчас вечером она как-то по-особенному теплая. И нужно в ближайшее время. Завтра точно нет. Потому что в воскресенье здесь будет катастрофа. Здесь будет столько много людей, что лучше сюда не приезжать. А нужно как-то в рабочий день приехать и покупаться, друзья, в Старом Дунае. Я думаю, что это будет потрясающая идея. Взять матрас и здесь покупаться. Смотрите, какие просторы. Очень теплая и чистая вода. Вот такой сейчас закат. Там находятся Альпы. И там потихоньку солнышко заходит. Как красиво. Как красиво. Лодочка. Ммм, супер. Ну что, друзья, буду я с вами прощаться, пока окончательно не стемнело. Сейчас немножко постою в водичке и буду направляться домой. С вами был Денис Кухта. Гид и блогер Вене и по Австрии. И до новых встреч, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова